Пахнешь? Ты тоже, наверное, пахнешь. Я нет, ты, да? Да, понюхать. Пахнешь, наверное. Ё-моё. Утро начинается не с кофе. Всем доброе утро, добрый день. Настюха совсем приболела, и у нее утро начинается не с кофе, а с корня солодки, да? И вот я пошел в аптеку с самого утра, видимо, Настя капут. Так как я, ребята, сегодня заболела, сегодня отменяются батуты, отменяется бассейн, и мы, скорее всего, сейчас пойдем за кольцами посмотреть их, может, купим какие-нибудь кольца. Не знаю, у тебя с Пашей сидел, пока монтировал, я себе сделала, наконец-то, педикюр. Могу показать. В общем, вот такой вот. И все, сейчас пойдем. Пашка одевается. Да, Пашка, у меня, блин, голос сел, вообще ужасный стал. Хриплый такой. Я сегодня вообще спать не могла. Не болейте, пожалуйста. Берегите себя. В общем, походили, и, мне кажется, мы определились. Сейчас мы вам уже скоро покажем наши кольца новой. Нет, не будем показывать. Почему? Не хочу, потом покажем на свадьбе. Когда? На свадьбе. Так они обычные. Ну так и что? Ой. Все, друзья. Mission completed. Уже не отмазаться, как говорится. Эй. Короче, купили мы кольца. Давай покажем. Одевай, покажем. Так мы же не замужем. То ладно, по-моему, замужем будем. Да чем я орел, что, блин, замужем, не замужем. Одевай, давай показать. И все. Тихо, не замужите. Вот это я не буду кольца. Вот так вот. Как бы вам показать? Так. Это же не факт. Вообще, друзья, вот, купили мы, наконец, кольца. Я хотел белое золото, потому что оно смотрится намного приятнее, чем, на мой взгляд, вот это вот оранжевое, которое... Короче, мне не нравится золото. Да, поэтому мы приобрели именно белое золото. Я от золота приобрелись белое. Ну, ну, вы меня поняли. Желтое мне нравится. Да. Мерили всякие. Я мерил, какие только не мерил. Мне не нравятся никакие кольца, поэтому мне было абсолютно без разницы. Опять же, как и всегда, Паша, без разницы на то, что происходит со свадьбой. Нет, не так. Просто мне без разницы. Это так. Без разницы. У тебя такой голос? Ты очень противный. Люди отца. В общем, мне не нравятся вообще, в принципе, кольца, как они выглядят на руке. Именно на мне вообще, не знаю. Ну, самое обычное, я думал, будет довольно. Да. В общем, это был самый адекватный вариант. И я думаю, что мы сделали шаг к тому, чтобы уже в натуре поженить. Блин, вот я сейчас подумал. В натуре. А так ты думал, что мы не поженились, и с тобой, может, еще ускользнешь? У меня был еще шанс смотаться, что, 350 рублей, если ты просру, и все, чем у меня это деньги, что ли? А тут уже все, тут уже такая сумма, которую жалко. Чисто из-за этого придется лжа точно. Да? Да. Судильник, значит, понятно, из-за твоей жадности, да? Мне нужно ТО делать на гольфе, вот это вот, да? Ребята, помните, а? Он мне отдаёт. С этим гольфом, с этим ТО, с этим диагностикой. И все, меня бесить, ненавижу. Что делаешь? Кошень готовлю. Господи, что со мной что-то. Ты разговаривай, только не разговаривай, чтобы твоего голоса не было слышно, пожалуйста. А ты чего это за твоя? Ну, то овощи сливков с креветками. Нет, так и отвечай только голос, пожалуйста. Не, чтобы не слышно. Короче, я решил, что мне необходимо сделать ТО, безусловно. Учитывая, что на выходные мы для вас готовим кое-что особенное. Вы пока не в курсе, и мы пока не будем говорить. Вот. Но на машину нужно сделать ТО. Составил это все на экзисте. У меня задача сейчас съездить. Мне съездить вместе с Найской к этим. Здесь у нас на авторынок, к Васечкам. Узнаем, сколько это будет стоить у них. Я сфоткал, сколько это стоит у них здесь. Если будет, в принципе, не сильно, хотя бы дороже, то можно будет там взять и уже завтра с утра я сделаю ТО на автомобиле. Всегда, когда ты покупаешь на мой автомобиль, необходимо сделать ТО в первую очередь. ТО у нас красный. Ну, он так я посморкаюсь постоянно, он вообще бесит. Если как-то выгляжу как... Чунга-чанга? Да, и в последнее время так выгляжу не очень. Ну, кстати, да. Что-то я вообще не понимаю, что ты стареешься, прощай. Ну, кажется, зря я подстриглась. И подстриглась зря, да. Блин, нафиг я вообще подстриглась. Не надо было. Сейчас жалею. Если честно, то жалею еще, потому что скоро свадьба, делать какую-то прическу надо, а вот с короткими волосами фиг что сделаешь. Да? Что это чунга-чанга-то? В нашей деревне ничего нет. Придется сейчас идти деньги ложить на карту, чтобы заказать уже с Егзиста или вообще, в принципе, с интернет. У нас в деревне есть чуть-чуть что-то не оригинал, то фигня, то не фигня. В общем, забейте вообще. Машина, она такая. Что здесь машина? Перма, она такая, трудная. Все трудно. Паша опять приехал шеверму есть. Что ты тут будешь сидеть? Да, я тебя не буду там освободняться сидеть. Млад человек довольный. А я вот поела сейчас какой-то фигни. Какой-то фигни вот поела. Я просто хочу, чтобы у меня была хорошая, красивая форма. Поэтому нужно следить за питанием. Вот и все. Идет довольный. Со своей швыркой. Что взял? Как всегда, сейчас упадет. Я пошел попить чайку. А, ну еще попить, конечно, в газировочке. У тебя же есть. У тебя тут запах сейчас соблазнит по гостям. Конечно, вообще пахнет вкусно. Какашками. Я не буду эту фигню есть. Я не сдамся. Да? Кто со мной? Тот герой. Вкусно? Нет. Да, я не вкусно. Да ладно, я тебе верю. Что ты с таким наслаждением делаешь? Хорошо пошло? Невкусно было, да? Невкусно. Невкусно? Невкусно. Ну ладно, тогда. Настюха продолжает болеть. Я болею. Вот, поэтому у меня нет настроения, а Настя... Я болею. Вот. Но мы вот все равно любим. Дождем вас завтра обязательно. Надеюсь, завтра Настя станет лучше. И мы проведем бурный день. Где, Настя? Бурный день. Все, давайте всем удачи, приятного аппетита, приятного дня. И пока. Пока-пока. Пока-пока. Самое смешное, это когда с утра, Э, тебе завтрак сделать? Я такой глаза открываю, думаю, что за мужик? Знакомьтесь. Это я.